Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 12 ноября. Блогер из Перми, Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, вот меня, мои земляки, пермяки, просят прокомментировать ситуацию в Перми, что происходит и так далее. Но я вот пока что не знаю, что происходит. У меня сейчас ситуация в Казахстане, там немножко скандальчик небольшой, вернее большой такой, разрывает, там СМИ активно комментируют мои выступления и так далее. Ну да, то, что я заявился в качестве на сбор подписи для регистрации в Казахстане президента, об этом писали СМИ местные и так далее. Ну а что касается ситуации в Перми, я пока что политики здесь не вижу, потому что, ну здесь прошли вот такие выборы, понимаете. Что из себя представляет этот новый мальчик-губернатор, мне тоже непонятно, потому что я не знал его ни программы предвыборную, ни команду его и так далее. То есть я не думаю, что эта политика будет чем-то кардинально отличаться от той политики, которая проходила все эти годы. Одна группировка меняет другую, но в принципе суть-то политики совершенно не меняется. Да, политика должна быть одна, социально ориентированные бюджеты, должны развиваться социальные программы. А для этого есть, нужно увеличивать бюджет края, нужно строить предприятия, заниматься экономикой. Я не думаю, что этот мальчик способен, его не для этого поставили, его поставили для того, чтобы он выполнял команды, так сказать, московской группировки, у которой есть какие-то виды на Пермь и так далее. Значит, поэтому вот, например, я говорю, что, скажем, мы должны сегодня, задача номер один, правительство Пермского края, если я буду депутатом, я буду в парламенте эти вопросы ставить в Пермском, это развивать связи с республиками СНГ бывшими, да, странами бывшего Советского Союза, Казахстан, Украина, Белоруссия, украинские проблемы и так далее. То есть сегодня, кстати, вот я хочу, чтобы вот только сейчас открываются магазины белорусские, вот у нас в районе продают колбасу, очень хорошая колбаса, я рекомендую, на Гайве кто будет, у Кристалла, там очень хорошая колбаса белорусская, в качестве рекламы, я вам рекомендую. Качественное мясо, чувствуется, что без добавок, очень приятно там. Ну, прямо Кристалл на Гайве, там внизу, как написано, белорусские колбасы, попробуйте, очень недорого, килограмм качественной колбасы 390 рублей, такая, знаете, с сосисочками, шикарные сосиски, попробуйте, вам понравится. Поэтому я не вижу здесь никакой принципиальной политики, то есть политика должна быть разведать связи, вот если я буду в парламенте, то связи будут с Казахстаном развиваться, с Белоруссией, откроем предприятия и так далее, здесь совместные, прежде всего, с сосисочкой направленности, потому что белорусские крестьяне, вот тут предприниматель, он везет на свой полтора, полтора, везет полтора суток, машина идет у него, машину гонят, одну фуру с колбасой с Белоруссией. Ну, почему бы нам самим не взять транспортировку на себя, пожалуйста, край датировать даже будет, вози, да он завалит тут качественной колбасой и так далее, все будет нормально. Ведь совместные промышленности, они все развалили, всякими своими схемами, там дельцы деловые там приходили и так далее. Но эту проблему надо решать, она будет подниматься. И проблема правительства Перского края, да, все, парламента Перского, отсутствие специалистов, некомпетентные люди, да, они не способны управлять. У нас есть, и в блоке, и вот тут, скажем, в городской думе есть, Сторожев Геннадий Александрович, кстати, он предлагал мне стать его помощником, но власть на это не пошла, потому что они его не обоятся. А он, кстати, инженер, действительно советский инженер, кандидат наук советский, то есть без всяких, так сказать, по гамбургскому счету, да, советский кандидат наук, это сейчас нынешний академик, я вам точно говорю, потому что там все-таки, чтобы получить, нужно было бы поподить, тем более технических наук, это уж все очень серьезно, понимаете. Поэтому я хочу сказать, что есть специалисты, также есть специалисты в области управления, хоть они и на пенсии многие, но все равно их надо привязать. Тоже, допустим, профсоюзы там были, там Пожарский был, Ельмудинов был, шикарные специалисты, они знают отрасли промышленности, они знают людей, то есть проблема края, отсутствие кадров, понимаете. Для того, чтобы были кадры, должны быть другие люди. Вот если я приду, то отчасти вернутся, ну, хотя уже многие уходят, старые специалисты, но, по крайней мере, они знают отрасли экономики, я не знаю, как это правительство, эта администрация будет это все восстанавливать, не знаю, кто это будет делать, они не способны. Читать статейки, ума большого не надо. Но право не результат, право не самоцель, право это механизм. Самоцель это развитие промышленности, развитие экономики, секторов экономики. Ничего этого нет. Поэтому я не вижу тут никакой политики, я не думаю, что вот этот мальчик, и это правительство способны какие-то что-то кардинально решать. Спасибо, Ваш Бессон, Василий Борисович. А у меня пока ситуация немножко другого плана. Спасибо.